Мы все заметили, что он не просто профессионал с большой буквы, что он не просто великолепный оратор, но он еще и очень внимательный отношение к дистрибьюторам, не только к лидерам и так далее, а именно ко всем дистрибьюторам и клиентам. Потому что он прекрасно понимает, что самые главные, самые важные люди в любой компании это дистрибьюторы, это клиенты, которые продвигают продукцию по всем странам Европы. И он прекрасно понимает также, что именно благодаря вашей работе, дорогие друзья, сейчас компания STEM Tech открыта в 24 странах Европы. Именно в вашей работе он прекрасно понимает все больше и больше людей, узнают о нашем STEM Enhance, о нашем STEM Floor и о нашей сейчас узнают удивительной косметики и SE2. У него очень большой опыт, он уже около 20 лет работает в Network Marketing, он прекрасно знает эту индустрию, он очень хорошо знает, как нужно работать на любом рынке. Вы знаете, мне в этом плане импонирует вообще весь, все руководство компании STEM Tech. Когда мы разговаривали сейчас в Греции с президентом компании и Энди Гудвином, нам было очень приятно узнать, что, во-первых, еще раз, что все руководства компании демократичны очень, они очень открыты к общению. И действительно, это одна из немногих компаний, когда руководство открыто к общению с дистрибьюторами. То есть вы можете не просто подойти спокойно сфотографироваться, вы можете спокойно подойти пообщаться с любым из руководителей компании STEM Tech и предложить то, что вы считаете нужным. Если ваши предложения разумные, то к ним обязательно прислушаются. Это очень важно. И мне очень важно также вообще то, что не только Энди Гудвин один такой, а все руководство. Кстати, вот если вы слушали последнее интервью Рэй Картера, президента компании и Кристиана Тропео, которой они дали передачу «Баланс» на американском телевидении, как раз вот Рэй Картера рассказывает, что у них другой подход вообще к работе в разных странах. И прежде чем прийти в какую-то страну, им не все равно, что за люди проживают в этой стране, какая культура, традиции. Они внимательно изучают культуру, традиции этого народа и очень внимательно общаются, то есть полностью проводят очень серьезный маркетинг. И когда они приезжают в страну на первое событие во время открытия страны, Рэй Картер, он первую часть, небольшую часть своей вступительной речи, как правило, произносит на языке той страны, в которую они сейчас приехали с компанистом ТЭЙ. И действительно это так. И это как раз говорит о том, что им не все равно, кто в этой стране проживает. Им очень интересны традиции, культура и иммунитет этого народа. Именно поэтому, наверное, к открытию каждой страны подходят они индивидуально, с очень большим профессионализмом, пониманием. И поэтому страны все открываются очень правильно, очень грамотно. И как только открывается страна, в стенд-техторе на стране, там сразу же идет очень бурное развитие. Это доказывает как раз открытие последних стран, которые были открыты в последнее время. Такие страны, как, допустим, Ганна, которая сейчас буквально бурлит. И если вы просто посмотрите у себя в бэк-офисе, ну, я только могу посмотреть те, кто работает в открытых странах, кто в основном получает в этой компании вот эти вот все пассеты, бонусы, бонусы за рекрутинг. Вот эти вот, почти половина из этих людей, которые получают бонусы, это Ганна. Ганна, где дистрибьюторы работают только с одним продуктом и дальше без программы «Алтошип». Это вот такое, потому что действительно очень правильно и грамотно открываются страны. Это Южная Корея, которая сейчас бьет все рекорды во всей компании. И по получению комиссионных, и по росту и развитию. Это маленькая страна с населением 50 миллионов, действительно бьет сейчас все рекорды. И это только дело в том, что в компании руководят профессионалы. В компании руководят люди, которые знают, что они делают. Поэтому, видите, дело в том, что в компании «Стентех» есть специальный большой отдел, которым руководит вице-президент Джонатан Лестер, который занимается только именно международным развитием и правильным открытием стран. Это команда профессионалов, которые одновременно открывают страны почти на всех континентах. И вот сейчас одновременно готовится и Бразилия к открытию в Америке, в Африке готовится сейчас Нигерия и Танзания к открытию, в Азии готовится к открытию Индонезии, Сингапур и Индии. И в странах на большой территории СНГ уже во все идет подготовка к открытию России. То есть сегодня вы сами узнаете из уст самого Энди Годлина, как идет вообще подготовка именно в России. Ну и в Европе, мы уже слышали не раз, три страны тоже ждут своего открытия. То есть, как вы видите, этот большой отдел работает одновременно на всех континентах и открываются очень интересные страны. Так, отвечаю на ваши вопросы, пока я разговариваю. Сюзанна из Франции спрашивает. Да, конечно, Сюзи, можно заказывать повторно, сколько угодно, до конца декабря. Да, вы можете вот купить продукцию с ИТЮ еще по старой, по цене Стеном Хэнце, по цене Стен Афа. То есть сейчас это еще возможно до 31 декабря. Так, Евгений Фрэнбранша. Так, регистрация стоимости, регистрация в виртуальных странах всего лишь 25 центов. Это совсем небольшие деньги. То есть за очень-очень маленькие деньги вы можете сейчас построить огромную сеть дистрибьюторов, которые будут, да, так же, как и вы, готовятся к открытию вашей страны. И к открытию страны у вас уже будет большая организация. Так, да, у нас нет в Европе китайского горца, Лариса. Да, дело в том, что в Европе китайский горец не пропустили регистрацию. Я думаю, что, наверное, это нормально, потому что дело в том, что в разных странах свои законы по регистрации базов, если, допустим, где-то в какой-то стране это растение, там, как бы, возведено на трон, на трон, и в почете, как в других странах, это, как бы, не самый, как бы, они считают, так, как бы, полезный продукт. Дело в том, что, скажем, не во всех странах Европы к нему такое отношение. Я знаю, что в большинстве странах китайский горец не продается даже в аптеках, но если какой-то, хотя бы в одной стране Евросоюза он не разрешен к продаже, то его не будет во всей Европе, потому что вся продукция стентех, она проходит регистрацию в Евросоюзе одновременно. И это здорово, что это именно так, потому что если бы продукцию стентех вегетировали бы в каждой европейской стране по отдельности потреблению, то сейчас бы этой продукцией могли пользоваться только пять стран Европы, получать ее, только те, которые открыты, а остальные бы спокойно ждали своего открытия. Поэтому, чтобы облегчить, чтобы дать возможность всей Европе, всеми Евросоюзу пользоваться продукцией, они выбрали вариант регистрации продукта во всем Евросоюзе сразу. Ну, в принципе, как объяснили нам в компании, да, действительно, Лена, там столько всего, он погоды и правда не сильно делает, потому что, да, он, конечно, о нем очень много написано, но я знаю, что есть дистрибутеры, которые нашли, также и как раз статьи о некоторых побочных эффектах этого горца тоже, поэтому я думаю, что в Евросоюзе тоже сидят люди грамотные, профессиональные, и они знают, что они делают, поэтому все в порядке. И без китайского горца мы просто в восторге от этой продукции, потому что получаем удивительный результат. Я сама, честно говоря, не ожидала, потому что я думала, ну, чем еще можно удивить мой организм? Уже столько лет принимаю БАДы, два года принимаю Стэн Энхэнс со Стэнфуру. Я, честно говоря, не ждала никаких эффектов, скажу правду. Но я была очень приятно удивлена, когда я действительно увидела действие продукта, оно, наверное, ну, несколько раз сильнее в том, что я, то есть, в плане вот депрессии великолепное воздействие идет, то есть, и самое главное, вот у меня, допустим, были проблемы со сном. Слишком много работы и так далее, которые нужно успеть, слишком много взвалило на себя, но это нормально, потому что слишком много сейчас одновременно работаю в странах, которые ждут своего открытия, и поэтому очень много вопросов. Кому-то нужна мотивация, у кого-то вопросы, у кого-то там, ну, разные-разные вопросы и проблемы. Поэтому я почувствую на себе продукт таким образом, то есть, действительно, вот ты буквально засыпаешь, вот буквально выложишься в постель и засыпаешь сразу. То есть, когда бы ты не захотела дочь спать, продукция позволяет прекрасно выспаться. А для меня это очень важно. Если я выспаюсь, то все, я чувствую себя просто великолепно. Я знаю, что очень многие, кто сейчас пользуется этим продуктом, и на почту денег надо, и в банк надо извлекать, и, как раз, каждый месяц подбить финансы, потому что делаем постоянно заказы, кредитные карты и так далее. Вот, да, еще и вебинары, еще и с каждым нужно в скайпе пообщаться. В общем, не успеваю, а когда ты не успеваешь, это тоже, как бы, способствует лишнему стрессу. Так вот, я думаю, что вот сейчас все те, кто получили новые продукции, уже пользуются продуктом, и уже пишут даже целые там романы, статьи, да, о том, что, о действии этого удивительного продукта. Вот, я знаю, что вот мне присылают их из разных травм, те, кто сейчас уже начал пользоваться. Продукт действительно великолепный. Вот, так что, я думаю, что как только у вас будет такая возможность, вы обязательно начнете чувствовать и получать свои первые результаты. А это главное, в принципе, продукт – это основа бизнеса. И сейчас вот мы знаем, что ведутся очень серьезные работы по поводу, будут очень интересные инструменты, акции в следующем году для всех дистрибьюторов. Мы уже получили официальное письмо из компании. Так, все, я вот вижу, что уже Энди, Энди уже, он уже в комнате. Вот, я уже вижу, что он появился. Это здорово. Да, да, я по поводу результатов продукции хочу вот еще что вам напомнить, сказать, что на американской версии сайта есть у нас результаты. Но мы вам обещаем, что очень скоро, вот у нас это предложение поступает давно от людей, обязательно очень скоро мы сможем создать свою такую, свою огромную базу результатов на русском языке, потому что мы вам сообщим, где эти результаты можно будет почитать, потому что действительно у нас их уже столько много. Все, я вижу, что уже Энди Гудвин здесь, я заканчиваю свой разговор с вами. А сейчас я с большим удовольствием передаю микрофон Энди Гудвину. Мы очень рады, что он добрался живым и здоровым до своего компьютера. Еще раз всем хорошего дня. Я заканчиваю. Энди, please. Добрый вечер, Энди, мы ждем тебя. Добрый вечер, Энди Гудвин. Энди Гудвин. Из Суфии. Добрый день. Как все, everybody? Ольга Абакiva, Новосибирск. Привет, Ольга. Как дела? Здравствуйте, Владимир из Болгарии. Привет. Ты слышишь меня? Все хорошо. Ренат, как? troubles are you there hello and yes we are ready for the presentation that conditions спасибо bosher is furniture there was a bolshad chocatasavirin which you're on and knows land nearly christmas so everybody is shopping and I tried to get home but there was a accident and I was stuck in a balsci söknisko 것도 mr. извини and Добрый вечер всем. Я прошу, прежде всего, извинить меня за то, что вот за это опоздание, потому что предрождественские пробки, была авария на дороге, но я здесь с вами. Спасибо, Ренат. Можно переводить сегодня, потому что я говорю по-русски очень чуть-чуть, очень плохо, я так думаю. Ренат, очень умная мужчина, спасибо огромное. Ренат, я хочу переводить. Окей. You're perfectly in Russian. I don't need to translate it, а? Спасибо большое. Елена Трушкина, Италия. Чао. Белла Лариса Масилова, from Италия. Чао. Елена Мавроди, from Ukraine. Привет. Привет. Nice to see you. Again, apologies for being here, but I want to extend a huge thank you. Громное спасибо большое, большое спасибо всем, кто сегодня здесь с нами. Энди перечислил по имену всех. И особое, конечно, спасибо Гульнаре Беляловой, которая организовала этот вебинар. И сейчас мы все вместе, и наше время начинается. There's not very many people in the world that can ask me to be on a webinar at 9.30 on a Saturday night. But Gульнара Белялова is someone I respect immensely. She's one of network marketing's finest leaders. And she is someone that I respect immensely. So for her, of course, I will gladly help her anytime. There are not so many people around the world who ask me to do a webinar at 10.30 on a Saturday night. And again, Gульнара's better half or other half is, of course, the voice that you're listening to tonight. But as I said, a very clever gentleman, Renat, thank you again for translating me this evening during your day. It's okay, Энди. Энди благодарит также и меня, хотя я перед этой аудиторией тоже хотел бы измениться. Я не профессиональный переводчик, поэтому сделаю все, что могу. Белки от Энди. Thank you. Unfortunately, I had a slight presentation prepared for you. I've had a technical glitch, and it's a knot here. But I do have something to show you all that we'll give you an update as to where STEMTech is and its plans to enter the wonderful Russian markets and our plans in other markets, such as Ukraine and Belarusia, and our plans for the very near future. К большому сожалению, я не смог приготовить специально слайд для этого вебинара. У меня была техническая проблема. Но, тем не менее, я хотел бы сегодня дать вам обзор нынешнего состояния, того, где находится компания STEMTech. И особенно, конечно, я хотел бы поговорить о многих рынках STEMTech, таких как Россия, Украина, Беларусь и другие страны. Мне также очень приятно видеть очень много дистрибьюторов из Литвы. И, конечно, я бы хотел поприветствовать их всех и сказать, что сегодня я, конечно, тоже обязательно поговорю и об этом уникальном рынке, рынке Литвы. Давайте начнем с российского рынка. И, как наверняка, большинство из присутствующих знают, при открытии любого рынка, прежде всего, все, что нам нужно сделать, это зарегистрировать продукт. И замечательная должна быть новость для всех присутствующих, что мы прошли регистрацию продукции в России, продукт SE2 зарегистрирован в России. И сейчас, так как я не подготовил слайд, но я хотел бы показать вам кое-что, и поэтому я убираю картинку и хотел бы сделать screen sharing, то есть показать вам мой экран. Вы не будете видеть меня, но зато вы увидите кое-что интересное. Надеюсь, Андрей, вы можете видеть мой экран сейчас. Да, Андрей, вы можете видеть меня. Отлично. И сейчас я вам хочу показать сертификат, который мы получили государственную регистрацию продукции в России, но одновременно этот сертификат действует и на Белоруссию, и Казахстан, по нашему продукту. Продолжение следует... Продолжение следует... Регистрация продукции в России заняла почти целый год. Целый год продолжался этот длительный бюрократический процесс, но он закончился вполне благополучно, и сейчас у нас на руках документы, свидетельствующие о регистрации этого продукта, и сейчас никаких других препятствий для открытия этого рынка больше не существует. Ренат, can you see the certificate? Yes, absolutely, Andy, it's very exciting. Я надеюсь, что Шерерат сейчас все видят сертификат. Пожалуйста, пишите. Я надеюсь, что Шерерат сейчас... К сожалению, я еще раз говорю, что слайд отсутствует, но я надеюсь, что все увидели вот этот сертификат, который свидетельствует также о том, что мы не просто говорим о том, что мы открываем Россию, мы на самом-то деле полностью уже в процессе открытия, Россия уже одной ногой, можно сказать, открыта, и, в принципе, это было самый главный преподом для открытия нового рынка. Сейчас это больше не существует, продукция зарегистрирована, и мы начинаем сейчас следующие необходимые действия по открытию этого рынка. Спасибо, Рена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова do things so that each distributor that we have in these new markets has an equal opportunity to every other distributor in the world so that when we open that market, they know that the product is legal, the company is bona fide, and they have the exact same opportunity that every other distributor has. При открытии всех рынков, но особенно таких, как Россия, Украина, Литва и, конечно, всех стран этого региона, Восточной Европы, мы, как компания Stantec, прежде всего берем на себя обязательство, что все сделано правильно при открытии этих рынков, и для нас самое главное, чтобы все дистрибьюторы, которые работают на этих рынках, знали, что если компания Stantec открыта на рынке, то это означает, что продукция абсолютно легальна, все необходимые регистрационные документы, все необходимые бюрократические, припойные пройдены, и что деятельность дистрибьюторов в открытых странах Stantec абсолютно легитимна. Отлично, спасибо. Конечно, я согласен. Иди, здесь есть вопрос. Давай. Здесь есть вопрос. Здесь есть только СЕ2, или есть косметики, которые будут идти к регистрации? Сегодня есть СЕ2. Сегодня есть СЕ2. Но это очень интересно, что регистрация процесса для Дерма-Стема является гораздо более сложным, не менее сложным, как СЕ2. И мы уже начали этот процесс, и мы чувствуем, что при этом мы приступим к рынке, что СЕ2 может быть готово, для меня тоже. Я спросил Энди о том, прошла ли регистрация только СЕ2, или какие-то другие продукты. Ответ следующий, что на сегодняшний день компания зарегистрировала только СЕ2. Но процесс регистрации косметики на, допустим, российском рынке намного-намного легче, чем регистрация биологически активных добавок. Поэтому регистрация Дерма-Стем не будет представлять такого длительного процесса. И как только компания официально зарегистрирует свои предприятия в России, следующим шагом будет регистрация всей линейки продукции. Поэтому дальнейшие ступени в регистрации другой линейки продукции пройдут быстрее. На сегодняшний день это только СЕ2. Продолжение следует... Продолжение следует... Время, которое мы сейчас находимся в регистрации и мы сейчас и это позволяет нам уверенности что продукции будут введены в рынках русских рынков. И мы можем теперь продолжать следующие степи чтобы открыть Россию. Итак, где мы сейчас находимся с открытием российского рынка? Как я уже сказал, продукт полностью зарегистрирован, разрешен к распространению на этом рынке. И сейчас мы предпринимаем следующие шаги по открытию компании. И я почти уверен, что, наверное, аудитория, которая сегодня здесь с нами, представляет себе, что следующие шаги, они тоже представляют собой определенные бюрократические приконы, что они не такие простые по открытию рынка. Вопрос, который задала Ольга Арбаков по поводу STEM-флоу. Следующий барт, который будет зарегистрирован в России, это будет STEM-флоу. Хотя это тоже биологически активная добавка, тем не менее, мы убеждены в том, что эту биологическую активную добавку зарегистрировать будет намного, намного проще, чем SC2. По многим причинам. Во-первых, мы уже знаем, с кем мы имеем дело и как открывать двери, скажем так, к российским бюрократам. А второе, это то, что этот продукт, он из серии продуктов, которые уже легче регистрируются. Так что STEM-флоу будет обязательно на этом рынке. То есть, что наш следующий степень, и что наш следующий план? То есть, все понимаете, как тяжело это сделать, и мы имеем много вариантов, и мы имеем много вариантов. Так как я уже сказал, что итак, какие следующие ступени открытия российского рынка? Это достаточно непросто, потому что страна огромная и достаточно специфичная. И у нас есть несколько опций. Первое, это что мы откроем новую компанию, Стантех Россия, которая начнет действовать, будет иметь свои здания. Нам необходимо тогда нанять достаточно персонала, который бы смог бы работать на все временные зоны огромной страны России. Так, чтобы дистрибьюторы, живущие в Санкт-Петербурге, или в Владивостоке, или в Челябинске, или в Новосибирске, могли иметь возможность в удобное для них время обращаться в офис компании и так далее и тому подобное. Это, как вы понимаете, очень-очень сложная задача. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Мы также looking to do, we're currently evaluating which option is going to be ultimately best for the distributor and the company. And one of the options that we are looking at is what we call a third-party logistics cooperation, which means that we partner with a Russian company already who understands the MLM industry and understands Russia and is Russian and has transport networks and has premises and warehouses and everything already set up to expedite our route into Russia. So we're evaluating them and we're also evaluating whether or not we do it ourselves and find our own company and find our own buildings and find our own staff and etc. etc. So there's essentially two options. One, we do it ourselves, or two, we partner with somebody else. Другая опция, которую мы также рассматриваем, это вступить в партнерство с одной из существующих в России компаний по логистике, которые обеспечивают логистику по всей стране, которые уже имеют офисы, которые уже имеют опытный профессиональный штат сотрудников. И таким образом, в таком партнерстве можно было бы сделать взаимовыгодное сотрудничество, сократить время и энергию на регистрацию с компанией в России. Так что, как вы видите, сейчас обе эти опции, оба эти варианта рассматриваются руководством компании. Конечно же, будет выбран вариант, который был бы наиболее удобен для дистрибьюторов России.